Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Что ж, привет, друзья! В эфире программа «Формула семьи». Сегодня мы немножко нетрадиционным составом. У микрофона ведущая Екатерина Горбунова вместо нашей Эли. Эля сегодня немножко приболела, поэтому вот такая внезапная замена произошла. Эля, если ты нас слышишь, то обязательно выздоравливай. Мы прям тоскуем по тебе и в офисе без тебя определённо пусто. Ну а сегодня, я думаю, всё-таки в студии пусто у нас не будет. И сегодня в качестве эксперта у нас Юлия Сибелёва. И у нас очень интересная, трепетная и волнительная тема первой любви. Юля, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, слушатели! Сразу вопрос у меня, Юля, и к вам, и к нашим служителям. А вы помните свою первую любовь? Да, я помню. Ну я, наверное, и тему такую летнюю выбрала не случайно, потому что, ну всегда лето, это какая-то, ну как говорят, лето – это маленькая жизнь. И в этой жизни происходит много всяких событий, приключений. И для таких людей, которые юные совсем и вырастающие прямо на глазах, то одно из событий может случиться первая любовь. Ну она, конечно, не знает ни времён года, ни обстоятельств, и может настигнуть где угодно, но просто лето – это такое время, когда жизнь выходит из привычных берегов. Куда-то все едут, где-то встречаются, можно познакомиться с новыми людьми, там и в лагере, и на даче, и на каком-нибудь волонтёрском проекте. Ну всё, что угодно. И вот это всё вдруг как-то жизнь как будто освежает, и очень много вот таких историй случается летом. Что ж, дорогие радиослушатели, сразу делитесь своими воспоминаниями первой любви. Была ли она удачная, неудачная, долгая, короткая, сезонная, временная, или может быть счастливая, или наоборот, оставила какой-то неприятный осадок? Вы нам можете как звонить, так и писать в прямой эфир. Телефон единый по всей России 8 800 333 1706, 8 800 333 1706 – это телефон прямого эфира. Также пишите нам через сайт teos.fm, через одноимённое приложение. Пишите нам в вайберу WhatsApp 977 850 0996, 977 850 0996. Ваша первая любовь, какая она была. Делитесь вашими впечатлениями, это безумно для нас интересно. Знаете, вот, Юля, у меня всё-таки к вам первый, наверное, такой вопрос. А чем первая любовь от первой симпатии отличается? Вот я, например, сколько себя помню, мне вот с 5-6 лет обязательно кто-нибудь донравился, и причём так, что я планировала выходить замуж, даже если мы были знакомы 5 минут. И вот всё-таки где вот эта грань между первой симпатией и первой любовью? Ну, я думаю, что строгого определения вообще-то у любви нет, а уж у первой любви и подавно. Но первая любовь, она так же как роса от такого первого весеннего настоящего дождя отличается. Потому что симпатии, они такие мимолетные, сиюминутные. Можно поиграть вместе, можно там радоваться, что ходим вместе на прогулку ещё в детском саду, например. А вот когда первая любовь, ну, скорее, то состояние, которое потом так человек может для себя назвать, это когда другой человек захватывает твои мысли, чувства, переживания полностью. Это первый выход, можно сказать, в космос вообще отношений, которые за пределами семьи. Потому что пока человек растёт, он чувствует себя ребёнком. Ну, вот я, вот моя семья, вот мои друзья, мои игры, моя учёба, что-то ещё моё, моё, моё. И вдруг какой-то человек просто приковывает взор, чувства, мысли, желания всё вместе. И от этого напора бывает просто внутри и изумление, и переживания, и страдания тоже. Вот это вот, когда человек становится интересней, чем я сам. Мне кажется, вот в этом есть такое отличие. А вообще, как по-вашему, обязательно ли первая любовь – это какие-то первые страдания? Вот насколько вообще она может быть хотя бы в теории счастливой? Я что-то, знаете, не могу так вспомнить даже какие-то истории, которые бы, не знаю, заканчивались. Вот познакомились мы в 13, 14, 15 лет, и вот мы там в браке столько-то, у нас дети, и мы счастливы. Мне кажется, с возрастом вот эта вот первая симпатия, первая любовь, она может быть себя как-то, ну, израстает. Не могут люди на протяжении многих-многих лет, особенно если они встретились в таком нежном возрасте, сохранять вот эту вот свежесть, вот этот легкий ветерок и как-то продолжать её на протяжении многих-многих лет. Как вам кажется? Да мне не кажется. Я прям мысленно потираю руки, что какая у меня счастливая профессиональная судьба. Мне посчастливилось видеть разные истории, и мне посчастливилось видеть и знать людей, которые свою первую любовь пронесли, можно сказать, через всю жизнь. Конечно, она преобразовалась потом в прочные взрослые отношения и так далее. Ну, я не буду называть имён, но, например, я в какой школе училась, я в такую школу и пришла работать, и очень в таком юном студенческом, можно сказать, возрасте. Вот, и мои первые ученики, они были, ну, может быть, там, на 4-5 лет только помладше меня, это, ну, кажется, что, да, это разница 15-20, ну, не слишком большая. Вот, и этих людей я знаю потом и по общей жизни, по общей профессии и так далее. Вот, и была, например, обычно школьную пару какую-то, где у людей не просто мимолетное увлечение или какая-то интрига очередная, а их связывают уже какие-то глубокие чувства и отношения, они на виду. Ну, назовём их Иванда Марья, вот просто ради, там, красоты слога, да, не называя имён. И, как всегда бывает, эта история, например, по типу барышня и хулиган, девочка из хорошей семьи, такая вся отличница, такая вся творческая, такая любимица учителей. И он, ну, не то чтобы он хулиган, а он просто вот из семьи, которая пользовалась, ну, дурной репутацией, так скажем, да, вот. Вот, а мальчик хороший, и, ну, да, он не такой уж отличник, он не такой уж примерный, он не такой уж, как хотели бы там все взрослые вокруг. Но вот они как-то в 14-15 лет заметили друг друга, и так они вот сели за одну парту и, можно сказать, больше не расставались. Ну, как не расставались, он в армию ходил, вот. Он там по контрактам где-то работал, но они решили семью создать. У них прекрасные дети, теперь уже маленький внучок. И она такая, как была лучезарная, такая интересная женщина, так она и расцвела в этом браке вот этой своей женственностью и лучезарностью. И он такой настоящий отец и муж, и всё у них сложилось. Вот, поэтому есть такие истории, и они, может быть, не редки, но люди о них помалкивают. Слушатели, расскажите нам, вдруг у вас ещё есть такая история. Да, конечно, напоминаю, наш телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Телефон бесплатный, единый для всей России, 8 800 333 1706. Также нам можно писать через приложение ТЭЛС, через сайт ТЭЛС.фм, и вайбер, ватсап к вашим услугам 977 850 09 96, 977 850 09 96. И сегодня в эфире «Формулы семьи» Екатерина Горбунова и Юлия Сибелёва о первой любви, о первых эмоциях. Вот знаете, вы упомянули такой очень важный момент. Вот такая девочка, например, для подражания и такого вот хулигана, которого отчасти, может быть, махнули рукой, если не все учителя, то как минимум половина. А вот как родителям вот этой вот девочки принять то, что вот избранник, мальчик, который нравится, особенно на первых порах, когда они еще не поняли, насколько он хороший, нехороший, вот принять, что вот у дочери из всего спектра хороших и в глазах родителей хороших мальчиков понравился вот этот вот, не знаю, условно троечник. Ну, троечник, да, даже неусловно. Такой тройка-четверочник может быть. Ну да, вот интересно, да, как мы по школьным оценкам судим вообще о потенциале человека, а человек-то замечательный. Ну да, хороший вопрос. Я вот думаю, а как действительно вот родители вот этой вот Марии, так скажем, как они приняли это? Я думаю, что вот простая человеческая доброта, порядочность и умение не судить по этикеткам, которые наклеиваются на молодых людей, не очень молодых людей, оно помогает родителям удержать уважительное отношение хотя бы к чувствам своей дочери. И я думаю, что помимо всего того, что они ее любили и любят, то еще, может быть, сработало и то, что они всегда относились с уважением к его выбору. Они просто верили в своего ребенка, потому что очень многие родители, они пугаются первых чувств подростков, они пугаются несоответствия каких-то статусов, успехов, интересов и тому подобных вещей. Им кажется, что, может быть, это уже все, вот серьезно, надолго, и на всю жизнь она вот выбрала неподходящего и будет с ним маяться. Ну то есть здесь уже не про уважение и не про любовь, а про страхи родительские. Большая история, и ведомые этими страхами взрослые, не только родители, это могут быть и педагоги, и разные доброжелатели, они начинают выставлять разные, ну так скажем, рогатки вот этой первой любви, и бывает очень и очень нелегко, и это дополняет страдательную часть этого чувства. Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, а меня зовут Владимир. Да, Владимир, здравствуйте. Хочу сказать свое слово по поводу первой любви. Очень приветствуем это. Первая любовь хорошо, а в дальнейшем как, когда она начнет стареть или он стареть, как приятно глядеть на эту рухлядь, а? Каково? А мне вот я так решил, что остаться холостяком. Вот и все. Что ж, большое спасибо за... У Владимира всегда такие нестандартные вопросы, которые даже немножко в тупик ставят. Спасибо, Владимир. Ну вот попробую ответить я, может быть, ее поспорите или дополните. Мне кажется, если уж стареют, то стареют, увы, на пару. И вот мне вспоминается такая притч-анекдот, которая в одно время гуляла по интернету, как пара уже пожилая, там, не знаю, примерно 60 лет, и вот приходит фея, спрашивает там желание, жена загадала одно, а муж, а вот я хочу, чтобы у меня жена там на 20 лет моложе была, и превратился он в 80-летнего старика. И помните, что феи тоже женщины. И мне кажется, когда люди стареют, и если они стареют вместе, то, ну, как бы оба краше не становятся. И вот здесь, как вам кажется, Юлия, а вот попытка избежать любви совсем, чтобы не обжечься, и потом нарухлить эту, как сказал Владимир, не смотреть. Выход ли это? Можно ли это как-то осуществить и воплотить? Да, прям философски получился вопрос, потому что, да, избегать любви, чтобы не обжечься, бывает и такой итог. Первой любви, кстати, да, когда обожглись на молоке, на воду дуем, что называется. Есть здесь ещё попытка, на мой взгляд, избежать вообще вот этой вот темы старения и смерти, но мы должны это признать как данность нашего человеческого существования. Да, мы все будем меняться с возрастом, да, как бы мы ни прилагали усилия, так или иначе, но прожить жизнь и не испытать вот этого нежного и такого окрыляющего чувства, то мне кажется, это такая же потеря, как если бы мы жили с закрытыми глазами, если бы мы ничего не хотели, не пробовать, не чувствовать, не воспринимать жизнь в красках. Конечно, это наш выбор, и я его уважаю, как любой другой, но мне грустно немного от этого, потому что человек растёт только когда он сталкивается с необходимостью превзойти самого себя и быть только внутри себя. Это, ну, это путь к изоляции, мне кажется, к одиночеству, а любовь, она всегда выводит нас на какие-то просторы. Полетим ли мы дальше радостные или крылышки у нас там, ветер какой-нибудь пообломает, а потом мы всё равно опять полетим. Это уже дело, ну, судьбы и выбора личного там. Бог бережёт влюблённых, вообще-то, я думаю, помимо всего прочего. Что ж, дорогие радиослушатели, а пока маленькая пауза. Вспоминайте свою первую любовь, делитесь ей с нами. Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же её не хочет? Да, всё верно, вы слушаете «Формулу семьи». С вами сегодня Екатерина Горбунова и Юлия Сибелёва и говорим мы о первой любви. Также напоминаю, что вы нам можете написать сайт teos.fm, приложение teos, вайбер, ватсап, 977-850-09-96. И вот выходит у нас сложная ситуация, что, с одной стороны, очень не хочется переживать какие-то трагедии, драмы, особенно, ну, мне кажется, в принципе, очень часто взрослые уже забывают о том, что драмы бывают не только когда на работе проблема, а ещё когда приходится как-то в 14 лет познавать мир, первые какие-то разочарования встречать. И очень часто, мне кажется, вот здесь возникает вот этот самый конфликт родителей и детей, который проявляется не только в том, куда там дальше пойти учиться, а ещё в том, как серьёзно принять первую любовь своего чада. Потому что, мне кажется, на самом деле, вот её нужно принимать серьёзно, потому что вот легко забыть, как это было в свои 14, но вот ребёнку сейчас насущно, чтобы над ним не смеялись. Ведь это страшно, когда над тобой смеются твои родители. Как вы думаете, Юль? Да, совершенно верно. Поддерживаю вот это направление темы. Я уже говорила такое слово, ключевое уважение, уважение к чувствам. Когда вот это новое чувство зарождается, зарождается, то, как правило, подросток, у него внутри такая сумятица. Ему и радоваться, и петь хочется, и плакать, и чего-то стыдиться, и в то же время кричать на весь мир, что вот такая замечательная девочка живёт в соседнем подъезде. И всё это практически одновременно. И не у каждого настолько много слов для того, чтобы выразить и понять, и вот как-то самоосознать, что ли, это чувство. Это всё разворачивается. Это первые пробы. Это душа как будто расправляет крылышки свои. И в этот момент спугнуть и как-то надавить или заморозить каким-то холодом очень легко и очень неправильно. Вот мне кажется, вот это самое неправильное, что только можно сделать. Да, и подросток очень смущается, как это встретила там мальчика на перемене, и вдруг вспыхнула, там покраснела, да, или заговорила, голос сорвался. А это же видят окружающие. Это же, а вдруг они будут знать, как я к нему отношусь и так далее. И это правда всё очень-очень становится на виду. И если взрослые начинают ещё это в словах озвучивать, и там комментировать, и насмечничать, что у тебя ещё много таких будет симпатий там, или что-то о себе возомнила или возомнила, и рана вам, и прочее разное, то это всё вот заставляет просто этим чувством спрятаться, куда-то внутрь уйти, да, и потом неизвестно, что с ними делать. Вот мне кажется, основная причина вот этого вот какого-то неадекватного проявления симпатии, типа на косички подёргать, портфель попинать, да и вообще обозвать, мне кажется, вот она как раз-таки от такого вот большого-большого страха быть распознанным, что вот на самом деле-то человек безумно симпатичен, и хочется какого-то большего общения, а не знаешь, как бы так и внимание привлечь, а с другой стороны, со стороны родителей не получить какую-то усмешку. Помню ещё в школьные годы была симпатия с одним мальчиком, вот нет-нет, слышала там, что роман, интрига, и я хоть не из робкого десятка, а как-то так безумно тушевалась, и иной раз что-нибудь расскажешь родителям, а потом хоп, и это против тебя используется, и думаешь, нет, надо за зубами держать. Что ж, у нас есть звонок, здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, сударыня, меня зовут Александр, я из Москвы звоню. Вы знаете, я вот что хочу сказать. Ну, прежде всего, мне очень нравится сегодняшняя ваша тема, и вообще, в принципе, нравится. Очень рады. Спасибо вам. Я немножко расскажу и про свой опыт, и немножко так откликнусь на звонок предыдущего, звонившего. На самом деле, ну, как говорят, любви все возрасты покорны. Если человек собирается связать с человеком, с другим свою жизнь, то он, конечно, должен понимать, как там будет и что дальше. А первая любовь – это такое чувство, ну, действительно, ну, настоящее в каком-то смысле, такое летающее, не окрашенное никакими условностями, там, еще чем-то. К сожалению, родители действительно не всегда это способны понять, и не способны даже не столь понять, а вспомнить просто себя в этом возрасте. Каково им было, как у них было это все, что они чувствовали, ну, и так далее. А у меня, если говорить про мою первую любовь, я такое уже поколение интернета, скажем так, в школе как-то у меня особо не складывалось, ну, наверное, потому что мы, в принципе, не были очень дружным классом, как-то так сложилось, что те, кто нравились мне, девушки были заняты, ну, и как-то вот так вот получилось. Но у меня получилась другая история, у меня была первая любовь на расстоянии, такая настоящая, действительно, не просто там какая-то влюбленность и привязанность. Длилось это несколько лет, вот, и, собственно, наверное, кончилось бы все хорошо, если бы человек, ну, я все-таки виню в данном случае девушку, не себя, потому что у меня создались в жизни такие условия, что нужно было или ехать к ней и менять всю свою жизнь, да, или ей нужно было ехать ко мне. Но ей было в какой-то мере проще просто уехать ко мне, потому что ее практически там ничего не держало, а у меня здесь была и квартира, и работа для себя, для нее, и учеба для себя, для нее, то есть она реально могла бы здесь, приехав, ну, очень здорово зажить, скажем так. Ну, она решила, что ей это не очень надо, мы очень культурно разошлись, никто никому никаких гадостей не говорил, и, в общем-то, я на самом деле, вот, ну, как могу сказать, было всякое. Мы ездили друг к другу довольно часто, там, не сказать, что это была только переписка, там, скайп и прочее, но я вот могу сказать, что за эту первую любовь я от души, чисто по-человечески, очень благодарен. И я могу сейчас больше хорошего о том, что было сказать и вспомнить, чем плохого. И, конечно, меня это очень многому научило. Но про детство еще два слова скажу, я отключусь, потому что много тоже не надо говорить. Вот, действительно, я, например, вспоминаю, что о своих каких-то школьных, там, переживаниях, каких-то моментах я предпочитал родителям не говорить. Ну, во-первых, у меня мама учитель, она дома очень строгая, вот, и она скорее послушает своих коллег, чем меня, к сожалению. Когда еще я учился в школе, был такой прецедент, и не один. Я вас понимаю, у меня у самой родители педагоги. Ну, да, вот, и понимаете, отец, он очень такой, как бы он помягче, но он тоже примет скорее сторону мамы, ему с мамой жить, как говорится, еще. Вот, поэтому лучше, ну, как бы с ней согласиться. И я предпочитал ничего не рассказывать. Но другое дело, что, ну, у меня не было особо кому рассказать. Ну, повыше указанной причины. А это для вас было проблемой? Да, скорее, наверное, да. Я могу сказать, что да. Мне хотелось с кем-то поделиться, с кем-то обсудить, но вот как-то не складывалось. Я, в принципе, я стараюсь там всем улыбаться, я довольно открытый человек. Вот, но на личные темы я не с каждым буду говорить, скажем так. Сейчас, а тогда вообще. Что ж, большое вам спасибо за звонок. Безумно было интересно выслушать такую историю. Знаете, на самом деле, мне кажется, история Александра даже не... Вот сразу два таких момента. С одной стороны, вот эта тенденция к современной любви на расстоянии, вот по переписке, на удаленном каком-то режиме, а с другой стороны, вот эта вот невозможность поделиться какими-то настоящими эмоциями. Мне кажется, что безумно важно в первую очередь подготовить к этой первой любви даже не подростков. Они-то с этим как-нибудь справятся сами. Она настанет, и вот как бы там уже... По факту разберёмся. По факту разберёмся, да. А вот родителей, потому что чем дальше уходит вот этот разрыв, да даже я общаясь, казалось бы, с людьми, которые у меня лет на 5-6 младше, уже невольно такое вот пренебрежение их проблемами. Кажется, ой, да вот я понимаю, вот у меня, а вот у них, ну господи, ну школьники, ну что какие-то могут быть проблемы. А вот тем более, когда разница 20-25 лет. Какие, может быть, здесь можно дать советы родителям? Как это принять? Как это... Как в такой трепетной теме не наставить ребёнка против себя? Да, поняла вопрос. У меня тоже есть отклики, впечатления. Спасибо, Александр, за ваш звонок, такой развернутый рассказ. Я, пожалуй, ну советов-то я не дам, скажу, может быть, ближе к концу эфира, на что обратить внимание, да, что мешает родителям принять это, просто как вот, как мы принимаем погоду, грозу, перемены обстоятельств в жизни, другие. Вот. И да, конечно, сейчас, ну, новые времена, иной какой-то антураж у любви, но всё равно чувства остаются всё теми же неизменными, какими они были сто лет назад и будут, может быть, через сто. Просто вот аранжировка уже другая. Я очень признательна вот этому рассказу Александра за то, что он вот дал иллюстрацию, вот как бы цикл вот этой вот любви, да, несколько лет она может наполнять, вдохновлять людей, поддерживать, помогать им вырасти в чём-то, научить чему-то и оставить после себя светлое чувство, да. Любая первая любовь, она подходит к тому моменту, когда нужно принять решение в паре, или хорошо, когда это делается открыто, как вот сделали эти молодые люди, или когда кто-то один принимает решение, продолжаю ли я дальше быть в этих отношениях, и тогда нужно идти навстречу взрослой ответственности, продолжению, уже вся жизнь может из-за этого поменяться. Или же уже сказать благодарю и расстаться. И опять же, расстаться можно максимально бережно друг к другу, и можно расстаться, наворотив таких дров, что потом будут вздрагивать оба от воспоминаний о кончине этой первой любви. Вот, и это очень такая правда трепетная, нежная и настоящая история. И то, что некому рассказать, ну вот родителям сразу скажу, что не вы будете наперстниками тайны своих влюблённых детей. И это стоит принять всем, особенно очень-очень заботливым таким мамочкам, которые хотят знать каждое движение мысли и чувства в душе своего ребёнка. Это уже невозможно. В этом смысле первая любовь всегда похищает вашего дитя из семьи. Она куда-то его уводит. И здесь что? Смириться, молиться, быть терпеливым, быть другом своему ребёнку. Может быть, тогда до вас отголоски, его переживания долетят, и вы сможете подставить плечо. Ну вот, мы перед эфиром вспоминали, да, Катя, эту рекламу. Что с дочерью-то? Это Валера. У меня был тоже Валера, и звали её Рита. Сказал папа и предложил чашку чая. И вот эта вот поддержка семьи, просто когда все за чаем, все смеются, о чём-то своём разговаривают. Никто никаких нравоучений не делает, никто не кошмарит какими-то там ужасами в будущем из-за неправильного выбора сейчас. Строго говоря, человек-то умом не выбирал, выбирал и сердце. Это первая любовь. Поэтому вот тут уж приходится как-то надеяться на чай и на свою мудрость родительскую. Дорогие радиослушатели, присоединяйтесь к беседе, а мы пока маленькую паузу сделаем. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. А также вы можете нам написать через приложение Viber, WhatsApp 977 850 09 96, 977 850 09 96 и через приложение teus. В общем, всё для вашего удобства. В студии по-прежнему, как вы слышали, «Формула семьи» Екатерина Горбунова и Юлия Сибелёва. Я бы хотела сейчас продолжить вот эту тему. Катя, вы сказали, что теперь мы имеем как бы новый формат этой первой любви онлайн, и вот слушатель наш об этом рассказал. Плюс невозможность поделиться с кем-то своими переживаниями, чувствами, когда находишься вот в потоке этой первой любви. И я ещё вот сомкнула бы вот эти два момента с тем, что сказал наш первый собеседник Владимир. Ну и что, приятно, что ли, глядеть будет на эту рухлядь и на что-то? Это что-то про внешность человека, которого ты выбираешь там любить и быть с ним. Ведь очень много сейчас в этом онлайн-формате, и не только в онлайн-формате, у нас вот такой вот, знаете, ходовой закваски и у взрослых, и у подростков. Главное, чтобы была красивая картинка. Главное, чтобы у меня всё было супер. Я упакована, у меня девушка симпатичная, или у меня парень. Мы там в сетях выложим фотографии, мы там друг к другу ставим лайки и всякие разные приятные подарочки. Пятое, десятое. И вот это, оно вполне вероятно, за этим могут стоять и достаточно, ну, такие глубокие чувства наполнения реальное. А может быть, это как игра. Вот если возвращаться к тому, как человек растёт и взрослеет, и прикасается к этой теме любви, то у дошкольника, например, это симпатия. Симпатия и в игре, да, там девочка нравится, правда. Она красивая, она милая, она с ней хорошо играть там и так далее. Но это очень такое мимолетное. Ребёнок прикасается вообще просто к тематике того, что есть какие-то два разных вообще пола на земле, и они как-то друг с другом взаимодействуют. Да, любовь и свадьба. Но это вот, когда ребёнок усваивает культурную канву этих отношений, да, и он так это называет, но взрослых чувств, естественно, за этим не стоит. Потом, когда начальная школа, там уже тоже начинается, кто кому нравится, кто кому не нравится. Дети всё равно играют в отношения. Это такая вот, ну, на другом уровне, но всё равно проигрыш всего этого. А вот настоящее приходит, ну, кому раньше, кому позже, и оно так захватывает, что уже не поиграешь, это жить надо, это уже реальные слёзы, это уже невозможность заменить одну симпатию на другую легко там на протяжении недели. С тобой больше не вожусь, буду теперь с другими водиться. Ой, знаете, вот тут, наверное, не соглашусь, потому что по примерам многих знакомых, и не особо знакомых, но кого могу наблюдать в тех же соцсетях, то это на этой неделе статус ВКонтакте, что влюблён, не знаю, в Машу, а Маша влюблена там в Петю, а через неделю уже как бы, не знаю, не Петя, а Вася, не Маша, а Глаша. И сроки вот этой вот, смены вот этого объекта обожания, она происходит как-то по щелчку пальцев. И к шутке даже на эту тему ходили, я не знаю, пельмени дольше варю, чем ваша любовь тут существует, потому что как-то, вот как-то быстро вот это от любви к любви. Да-да-да, и вот на самом деле в наших речах нету такого глубокого противоречия, просто вот эти игры в отношения, они продолжаются и дальше, они могут быть и у студентов, они могут быть и у взрослых людей, но только там уже замес так покруче. И вот вспоминаю, есть такая вообще бессмертная, наверное, уже книга Стендаля, трактат о любви. Вот те люди, которые читают, я вам очень рекомендую, загляните туда. И он говорит, что любовь вообще в нашем понимании вот под этим словом совершенно разные реальности люди подразумевают. Есть любовь тщеславия, это когда, ну, статусный мужчина, ему нужна всегда статусная, красивая статуэтка, женщина послушная, покладистая, с которой можно хорошо себя продемонстрировать везде и всюду. Это было в 19 веке, в 20, в 21. Все это сохраняется, независимо от возраста мужчины. Есть такие женщины, которые также относятся к мужчинам. Не человек важен, а то, как я на фоне или рядом с этим человеком выгляжу. Есть, ну, любовь, страсть, когда никакие тоже регламенты не действуют, но вот голову сносит, хорошо нам, и все, и больше весь мир подождет. Есть любовь более такая трепетная, обожествляющая, что ли, другого человека, окрыляющая, заставляющая ему служить. Ну, то есть вариантов разных много. А все ли это вообще любовь? Может быть, это просто какое-то универсальное название, такая эдакая попса, чтобы охарактеризовать любое возникшее чувство? Вот, да, не скажешь же увлечение, или я влюблен, уже сразу прямо, это про любовь и все. Ну, мы заложники языка и вот понимания вот этого разнопланового в голове, в нашей. Но вот о том, о чем вы говорили, что даже на фоне того, что меняются-меняются статусы, меняются девушки на фотографиях, например, но, может быть, в это же самое время, в глубине души человек знает, что он трепетно настроен только на одну девушку, но чье имя он никогда не будет засвечивать. Разные бывают истории. Я просто про то, что когда родители иронизируют над внешней стороной, скоротечностью этого всего, они сильно рискуют задеть настоящее живое чувство под этими масками, под этими переменами статусов и так далее. А когда это чувство настигнет, то все-таки оно требует бережного отношения. И здесь такая дилемма. То ли родители слишком серьезное значение придадут чему-то легковесному, тут одни риски. А может быть, они своей насмешливостью и иронией заденут что-то очень серьезное, тут другие риски. И я предлагаю, знаете, относиться ко всему этому как к самой красивой нежной бабочке. Вы не знаете, сколько она просуществует. Будет ли ей день, будет ли ей год отведено судьбой. Но если вы ее будете грубо хватать пальцами за крылышки, она не полетит. По-философски вышла, по-философски не спорю. А знаете, вот где эта грань, когда первая любовь, в скобках влюбленность, вот просто это первое серьезное чувство, когда вот эта бабочка пытается стоптануть. И брак, семья, что-то уже такое осмысленное, глубокое, по крайней мере, очень серьезное. И, как мне кажется, должен быть, по идее, обдуманный шаг. Как, скажем, здесь, опять же, правильнее повести себя родителям, да и самим молодым влюбленным, может быть, чего-то не испугаться или, наоборот, попридержать коней. Попробую объяснить. Бывает так, что, например, там, в 15-16-17 лет парень, девушка начинают встречаться, начинают как-то строить какую-то свою вот эту первую любовь, отношения, и доходят до определенного возраста, когда, казалось бы, нурновато жениться. В принципе, да, по закону, там, с 18-ти вообще никого не нужно спрашивать, можно запросто идти в ЗАГС. С другой стороны, ну, как-то, ну, не знаю, впереди институт, впереди еще вот ничего не обустроено, ни в материальном плане, ни еще как-то в моральном вроде бы не дозрели. А с другой стороны, вот этот вот уже конфетно-букетный, он, ну, пройден. Ну, уже исходили все театры, исходили, ну, на первых этапах кинофильмы, кинопоказы, прогулки и так далее, и вроде бы еще мозгом понимаешь, что рано переходить на другую ступень, а с другой стороны и на предыдущей сидеть уже невозможно. Вот как здесь, с одной стороны, и не разбежаться, если это действительно настоящее чувство, и разбежаться наоборот, если это просто себя изжившая история? О, да, это очень крутой вопрос. Можно я немножко юмористически отвечу? Иногда смотрю такую программу «Модный приговор». И вот у Велины Хромченко, у нее, там есть такой момент в передаче, когда она отвечает на вопросы, там, телезрительница, ну, например, телезрительница спрашивает, можно ли носить носочки с открытыми летними туфлями? А Эвелина Хромченко говорит, да, это тренд, но если вы задаете такой вопрос, значит, вам точно не нужно носить носочки с открытыми летними туфлями. И здесь то же самое. То есть если пара начинает задаваться вопросом, может быть, нам не надо быть сейчас вместе, может быть, надо еще что-то такое, то вполне вероятно, они на пороге какого-то кризиса, в ходе которого им нужно перебирать переосмыслить свои отношения. Но когда у людей отношения складываются, у них просто вопрос даже не возникает, быть вместе и дальше делать все более и более плотными и серьезными свои отношения. То есть вот они идут, куда их ведет вот их любовь. Там есть своя какая-то мудрость и интуиция в этом, и точно нет общего научного ответа на вот так поставленный вопрос. Потому что даже на приеме у психолога, семейного психотерапевта, каждая пара – это некая уникальность, это целый мир. И там с помощью специалиста тонко-тонко выясняется, что вдруг их останавливает, какие страхи или что их сподвигает, хотят ли, как они вообще видят жизнь в будущем, каждый по отдельности. Потому что в 15 они представляли себе мир так, а потом каждый из них вырастил еще какие-то свои компетенции, представления, миры, да, и насколько они совпадают. Очень тонкая история. Знаете, я вспоминаю так, наверное, в первую очередь соглашусь с вами, потому что когда человек внутренний, может быть, даже с долей каких-то периодических сомнений, они все-таки случаются, мне кажется, у каждого, но в целом он четко понимает, что вот иначе никак, наверное, и ситуация складывается сама. У меня родители поженились довольно рано, им было по 20, и я довольно ранний ребенок. Но помню рассказ отца, когда вот они с мамой все решили, что поженятся, отнесли документы в ЗАГС, и папа пришел домой, и бабушке своей с порога заявил, все, женюсь. Она, несмотря на то, что обожала мою маму, она сразу, ой, ты это с мамой поговори. Он говорит, нет, а мы поговорили, решили все, если будут против, просто вот уйдем из дома, и вот сами будем строить. И бабушка так всплеснула руками, ой, нет, нет, мне это не рассказывать, это ты с мамой, если мама разрешит. Но вот была, тем не менее, вот эта вот решимость, никто не был против, как они удивились, но вот эта вот стойкая решимость, что если нет, то пойдем наперекор, наверное, без этого никак. Ну, а мы наперекор. Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Да, вы слушаете передачу «Формула семьи», и сегодня в студии Екатерина Горбунова и Юлия Сибелева рассказы о первой любви, первой любви. А вы знаете, Юля, а вы же так вроде сказали, да, конечно, свою помню, а так ей и не поделились. Была Ляда счастливой? Она была, она была безответная, но я сейчас так на это все смотрю, как на очень светлое время моей жизни, потому что это была любовь с первого взгляда. Я не знаю, как это происходит. Я просто увидела этого мальчика, там, первый раз пришел к нам в дом со своей мамой, и мне было там, не знаю, одиннадцать с половиной, а ему там было тринадцать лет. Вот, учились мы в одной школе, и потом как-то так получилось, что подростковые компании, они же всегда были, были и есть, еще какие-то общие друзья нашлись, и вот эта вот такая тусовка школьная, она продолжалась какое-то время, и мы, когда я уезжала, мы переписывались, у нас были общие темы, я никогда не говорила, что я вот там, не признавалась в этом, что я там влюблена, или что-то. Мама знала, там друзья, подруга моя знала, она даже в критические моменты какие-то записочки там писала, пыталась нас как-то это соединить, организовать какую-то встречу, но это было время, когда я очень-очень глубоко стала осознавать себя, свои чувства, свои переживания, написала свои первые стихи, отправила их в журнал, получила какой-то отклик. Ну, я не думаю, что только это, только любовь повлияла, но всегда глубокие, сильные чувства, они требуют какого-то выражения, и очень часто и современные подростки, вот с которыми я работаю, они тоже уходят в творчество. Ну, кто-то стихи, кто-то песни пишет, кто-то рисует, кто-то сочиняет, кто-то ещё как-то. Вот, но это, любовь, это очень творческая сила, и вот меня она, ну, сподвигла на очень много, на очень многие какие-то проживание, переживание, глубину, и, может быть, я и психологию выбрала тоже под влиянием своих чувств. Может быть, и так. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Татьяна. Вы знаете, может быть, я хочу поднять не совсем тему этой передачи, может быть, эти вопросы не для этой передачи, но тем не менее. Вот вы говорите сейчас о первой любви. На мой взгляд, нельзя вот так вот все это называть в таком возрасте любовью, мне кажется, влюбленность, а некоторые даже вообще говорят это гормональный взрыв двух молодых организмов. Поэтому очень сложно в этой ситуации. И как относиться к тому, что ребенок твой вот влюблен, кем-то увлечен. Вот я так вот говорю. Здесь, мне кажется, еще очень сложный такой момент наступает. Вот сейчас молодежь, как будто бы они освобождены от всего. И уж простите меня, многие, я не говорю за всех, но многие бросаются сразу в койки. О чем здесь можно вообще разговаривать? Здесь одни, получается, проблемы и для родителей, и для детей. Вот здесь вот как найти вот эту грань, как разговаривать с детьми о том, чтобы, ну не знаю, подготовить их к взрослой жизни, что парень, он не должен касаться девушки до определенного возраста, пока он не сформируется как мужчина, который сможет ответственность иметь за женщину и за будущих детей. Ну, что-то об этом, вот я вот думаю, нужно как-то какой-то это, ну, находить эту тему, особенно с парнями, мне кажется. Ну и с девушками тоже, что они такие, не должны быть легкими такими, знаете, вот все, вот я, вот, вот, бери меня. Вот я вижу это очень много. Вы-то сейчас говорите о таких вещах высоких, а вот приземлиться надо нам поближе к земельке, что тут делается. Тоже спасибо большое за вопрос, Татьяна. Ну что, Юль, попробуем тогда приземлиться и как вот с этой стороны аспекта. Очень-очень благодарю Татьяну, потому что я знала, что назреет этот вопрос и как-то его нужно озвучить, наверное, и вот жизнь сама к нам через эфир прорвалась с этим вопросом. Я, наверное, расскажу историю и, может быть, из этой маленькой истории будет более понятно, что я хочу сказать. я работала семь лет в детском доме и, конечно, в детских домах у нас дети не круглые сироты, а социальные, те, которых изъяли из семей, где далеко не было ни культурного отношения, ни к женщине, ни к мужчине, ни к сексу, к чему угодно. И с этим ребята попадали в детский дом, кто-то уже во взрослом возрасте, кто-то там в четыре-пять лет, допустим. Ну, в общем, жизнь уже их побросала и видели, они теневые стороны, отнюдь не такие уж там романтические и возвышенные. И всегда наступает такой момент, когда мы начинаем этих ребят готовить к выпуску, потому что они уйдут от нас после девятого класса, после одиннадцатого, в свои восемнадцать, а кто-то в шестнадцать лет. И, конечно, вот эти первые влюблённости, я согласна, можно и так это назвать, да, они уже касались их, уже были какие-то пары, какие-то отношения, обойти вопрос этот стороной никак нельзя. И у нас была очень хорошая такая программа подготовки, это придумала не я, но люди, которые это сделали, они были очень-очень правы. Мы показывали ребятам такую схему, вот смотрите, есть вот игра гормонов, да, это такой биологический аспект, мы не можем от него ни отвлечься, ни избежать его, в нас это есть. И это страсть, это толкает людей к тому, чтобы они соединились вот в таком страстном порыве, да. Есть влюблённость, это когда ты очарован другим человеком, он тебя волнует, восхищает, хочется быть рядом, это как-то, ну, в какой-то степени это даже и статусно, но вот влюблённость, она тоже даёт какую-то особую энергетику человеку, и влюблённость тоже подразумевает, что пара может перейти вот к таким очень близким отношениям, но есть ещё и это когда другой человек становится для тебя во многих аспектах важнее даже, чем ты сам, ты готов жертвовать ради него, ты готов ему служить, ты готов сделать его счастливым и рядом с ним испытывать счастье, и тоже любовь, и тоже она приходит к той точке, когда люди переходят вот уже все границы и сливаются в одно, да, и это было изображено как три фигуры, квадрат, треугольник и круг, ну, условно говоря, и есть зона пересечения, и где это зона пересечения? Это зона пересечения в постели, но это разные вещи, и вот самое главное, чтобы подросток осознал вообще вот этот выбор, ты на что соглашаешься, когда тебя движут к какому-то человеку, когда тебя там парень очаровывает, или когда девушка тебя соблазняет, ты вообще про что живешь. Вот самая трагическая история для родителей, мне кажется, это слышать про то, что у вас уже нет власти над тем, как ребенок распорядится своим телом. Если вы задолго до этого, когда он был в нежном возрасте, не культивировали его ответственность, его какое-то трепетное, одухотворенное отношение к жизни, то выбор его это как русская рулетка, вот выстрелит, не выстрелит, попадет в историю или нет. Если ваш ребенок, он понимает, что есть чувство, есть продолжение жизни, есть ответственность, то тогда он сможет вот на этом перекрестке затормозить и сделать какой-то свой выбор. И не надо думать, что вот эти подростки, они такие уже прям все заточены только на секс. это отнюдь не так. Это наше такое взрослый страх окрашивает все, что мы видим и слышим по поводу подростков. И даже в этой нашей довольно-таки закрытой среде детского дома у нас были парочки, это когда симпатия одна, другая, был влюблен, потом передумал, и девочка как-то на другого обратила внимание. А была пара, была пара. Вот то, когда этих мальчика и девочку связало прям глубокое чувство друг к другу, и это близко и к дружбе такой трепетной, это близко к влюбленности. Да, было между ними притяжение, но они эту границу не переходили до тех пор, пока они не закончили этот детский дом и не ушли уже там в училище. Дальше по-разному их судьбы сложились, но тем не менее. Вот и это момент выбора, который будет стоять. Его можно обсуждать открыто со своим ребёнком, если у вас достаточно доверительные отношения, да, и вы можете это обозначить как некоторую такую точку, в которой он проявляет свою взрослость и ответственность. И прямо перед эфиром у нас был разговор с одной мамой, которая говорила, что мы воспитывали своего сына как ответственного и который может просчитывать какие-то последствия. И тогда включается голова, и тогда включается вообще какое-то понимание жизни общее, а не на автомате просто случается та беда, которую так боятся взрослые. Что ж, Юль, по-моему, это и действительно тот большой-большой вывод, который, наверное, предполагался и нашим сегодняшним выпуском. Где-то и доверять, и в то же время на ранних подступах. Поздно уже говорить о какой-то нравственности, когда уже определенные границы остались позади. Поздно уже нравоучать или бояться или останавливать. Это нужно делать намного-намного раньше, наверное, еще до того, как успел сам родитель испугаться того, что вот эта первая любовь будет. Ну и тоньше, и тактичней. А хотела бы еще напоследок сказать такую вещь. Иногда подростки спрашивают своих близких, более старших друзей, или там родных, но вот влюблен в девочку, да, и сказать или не сказать вот эти заветные слова «я тебя люблю», а вот сердце переполнено. и долгое время вот непонятно даже было, как на эти вопросы отвечать. И сейчас я бы сказала так, что если ты рискнешь и скажешь эти слова, ты дашь этому человеку благословение. Примет или не примет, это дело ее. Но этот посыл, вот эта вот интонация этой первой любви и признание, что тебя можно любить, кто-то тобой восхищается, это очень важный момент для каждой девушки, но я думаю для парня тоже. Что ж, дорогие друзья, любите и не ввязываясь в какие-то совершенно, может быть, непотребные вещи, просто испытывайте это светлое, яркое чувство, оно прекрасно. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Пока-пока. Хитрости медомагнетизм.